Новый день встречаем вместе с программой «Утренний фреш». Сегодня я, Влада Васильева, расскажу об актуальных выставках и концертах и познакомлюсь с другой полезной информацией. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность. Днем небольшой дождь. Вероятность грозы 60%. Днем температура воздуха составит 18 градусов тепла. Ветер южного направления скоростью до 8 метров в секунду с порывами до 14. 14 октября Гомельчан ждет концерт вокального ансамбля «Камерата». За время своего существования заслуженный коллектив Республики Беларусь прошел путь от ансамбля, основанного на общих интересах участников, до профессионального коллектива. «Камерата» – это высочайший уровень исполнения и авторская музыка, которая вбирает в себя элементы многих известных стилей и направлений. Исполнительская манера музыкантов основана на использовании пения акапелла в сочетании с техникой микрофонного пения, с одновременной обработкой голосов посредством электроники. Некоторые композиции не содержат ни единого слова. Это настоящие звуковые полотна, которые передают эмоции, а не песенный смысл. Организаторы обещают зрителям впечатление, будто перед ними выступает большой симфонический оркестр, поддержанный самыми экзотическими инструментами. Приходите 14 октября в городской центр культуры. Начало концерта в 19.00. В Гомель открывается выставка под названием «Мои друзья». На ней работы живописца Сергея Коваля. Большая часть из них составляет серию, посвященную известным художникам. Пабло Пикассо, Марко Шагалу, Амидео Модельяне и другим. В наимном творчестве Сергея Коваля каждый найдет знакомые места и образы. Удивиться игре фантазии и яркости цветовой мозаики. Оценит оптимизм автора. Приходите в картинную галерею Гавриила Ващенко. В дворце Румянцевых и Паскевичей начала работу выставка современной живописи «Стоп-кадр». Художник Юрий Платонов. Его творческий подход стал чем-то напоминать мгновенное реагирование на окружающий мир. Автор постоянно выходит и выезжает, чтобы зафиксировать момент, который открывается перед ним. Так и получается его «Стоп-кадр». Организаторы выставки уверены, что встреча зрителей с деревянной архитектурой, архитектурой белорусской деревни, тихими окраинами Полоцка и Гомеля, которая представлена в его работах, будет теплой и интересной. Не пропустите. Картинная галерея Гавриила Ващенко представила выставку под названием «Что может быть лучшей природой?» Афорт Ивана Шишкина. Живопись этого мастера любима многими поколениями зрителей. Менее известно его графическое наследие. Хотя Шишкин был гравером-профессионалом. Он создал более ста листов, посвятив их изображению родной природы. На выставке будет представлен альбом «60 афортов» профессора Шишкина. 1870-1892. Санкт-Петербург. Это оригинальные афорты черной краской сепии. Причем папка является итогом более чем 20-летней работы художников техники афорта. Библиотека имени Герцена предлагает познакомиться с живописью Норика Саребекиана. Экспозиция под названием «Камень преткновения» открылась в рамках проекта «Живой автограф». В ее основе картины выполнены в технике масляной живописи. Термильчане увидят работы, написанную художником в 2020 году. Название экспозиции дала одна из картин «Камень преткновения». На выставке раскрывается ее тайна, в основу которой положен вечный круговорот жизни. В картинной галерее Гаврила Ващенко продолжается выставка «Земля и небо». Живописные работы Светланы Назрин-Плотницкой, создателя проекта, отражают ее авторское христианское мировоззрение. Ее произведение и искусство находятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь, в Гомельском дворцово-парковом ансамбле и в частных коллекциях. Впервые на выставке будет представлен портрет матушки Манефы Гомельской, написанный по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Степана. У гостей областного центра еще есть возможность увидеть экспозицию до 8 октября. Спешите! Жители и гостей города Гомеля приглашают на балет в двух действиях Андрея Петрова «Сотворение мира». Хореограф и постановщик балета, народный артист СССР и Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Валентин Елизарьев. Зрители ждут не просто изложение важных тезисов, а живая, яркая, многозначная, образная реальность спектакля. Балет отзывается на важнейшую проблему в современности и воспевает могущество человека и вечную силу материнства. Спектакль состоится 31 октября, начало в 17.00. «Тело человека» – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости, а количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. А первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19.30. Далее рубрика «Есть вопрос». В этом выпуске адвокат Виктор Лагун расскажет, что делать, если вас задержали по подозрению в совершении преступления. В Уголовно-процессуальном кодексе есть статья 107, которая дает понятие задержания. Задержание – это фактическое задержание лица в доставлении органам уголовного преследования и в установленном порядке его, скажем так, помещения в места, определенные, установленные законом. Если вас задержали и доставили в орган уголовного преследования, ну, скажем, в отдел милиции, то вам должны вручить протокол о задержании, потом вручить ваши права. Если вас подозревают в совершении преступления, то, соответственно, и постановление о признании вас подозреваемым. И если же возбуждено уголовное дело, то вам должны вручить постановление о возбуждении уголовного дела. Если вам применена мера пресечения в виде ареста, то, соответственно, вы должны получить копию постановления о применении меры пресечения. После этого вас непосредственно должны допросить, но вам разъясняют права, как подозреваемого вручают протокол. Соответственно, вам предоставляется адвокат, потому что орган уголовного преследования должен также принять все меры по защите ваших прав и свобод. При предоставлении вам адвоката дается устная консультация, которая идет за счет местного бюджета. И вопросы, которые вы можете задать, различные и по вашему задержанию, и по мере того, что вас подозревают. Но, с другой стороны, орган уголовного преследования должен немедленно сообщить вашим родным и также близким родственникам о месте вашего задержания. Непосредственно они сами или же вам могут дать позвонить им и вы им это сообщите. Допрашивать, если вас задержали и вы согласились, чтобы участвовал адвокат, то адвокат участвует при допросе. Но до первого допроса, соответственно, вы имеете право с ним конфиденциально где-то побеседовать наедине, при этом никто не присутствует. При допросе, если вы ознакомились с протоколом вашего допроса, вы, соответственно, имеете право внести какие-то изменения, если некорректно что-то записано или не так сформулировано ваше высказывание о том, что вы говорили. Ну и, конечно, и обжаловать ваше задержание. Или вы, может, адвокат, или вы прокурору, или же вы в суд. Но ваше задержание не может быть более 72 часов. После этого должна быть принята мера, вам или предъявляется обвинение и избирается мера пресечения. Поэтому, когда вас задерживают, всегда требуйте адвоката, так как вы можете что-то не понять, не разобраться в правах и как вам дальше это действовать. Это был Утренний Фрэш. Хочу пожелать вам только хорошего настроения. Улыбайтесь людям, и они будут улыбаться вам в ответ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова